Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу Самарская среда. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Москве состоялась церемония награждения авторов лучших проектов Всероссийской муниципальной премии служения. Какие самарские проекты стали финалистами и победителями муниципальной премии? Как премия служения поможет развитию проектов? В нашей студии Екатерина Щенина, начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Самара и Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов городского округа Самара. Екатерина Сергеевна, Ольга Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Вы знаете, вначале я предлагаю объяснить зрителям цели, задачи и масштаб. Вот еще важно очень объяснить масштаб Всероссийской муниципальной премии служения. Потому что это, насколько я понимаю, впервые и это чрезвычайно важно. Значит, ну тогда я действительно нам посчастливилось стать участниками очень масштабного, проведенного впервые Всероссийского муниципального форума «Малая Родина Силы России», который состоялся 15 января этого года в Москве. И в рамках данного форума на второй день, 16 января, состоялась церемония награждения победителей и номинантов Всероссийской муниципальной премии служения. Вообще, вы знаете, незабываемое событие. Более 7,5 тысяч человек, участники форума. Это главы муниципальных образований, городов, поселков, иных форм муниципальной, которые впервые собрались на форум, чтобы обсудить основные направления, основные проблемы, основные какие-то задачи, которые стоят сегодня перед муниципальными образованиями в решении тех или иных вопросов. Форум данный проведен по инициативе и поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, который был на этом форуме и действительно сказал такие очень знаковые и значимые вещи, что муниципальная власть – это власть, которая стоит на передней линии взаимодействия и общения с населением. И именно муниципальная власть является основным связующим звеном в решении проблем самого населения. Муниципальная премия «Служение» – само название. Да, вот что это такое премия и что это такое? Спасибо, перенимая эстафету, «Служение» прежде всего означает некое веление души, умение чувствовать людей, умение чувствовать потребности, желания, какие-то сложные ситуации, которые могут возникнуть. Если до сих пор мы гордились тем, что мы служащие, и это была наша служба, то «служение» – слово, которое располагает нас к людям. Это новые веяния в политике, новые веяния, которые предстоит освоить и понять. Осознать, да, это самое правильное, наверное, слово – осмыслить, осознать и внедрить в нашу работу. Когда мы не только служим порядку, установленному законности и государственности, но мы и слышим потребности людей здесь и сейчас. И надо заметить, что порядок есть порядок. Мы его освоили, он есть, но жизнь меняется, и каждый день, каждый момент мы сталкиваемся с какими-то новыми ситуациями, не прописанными ни в каких порядках. И вот умение здесь повернуться к людям, вот лицом услышать их, вот душой услышать, почувствовать, да, и помочь. Сориентироваться. Сориентироваться. Вот зная, да, как устроены эти порядки, но вот найти тот самый путь, чтобы в конеч многие помочь человеку, в чем бы ни заключалась его просьба, в чем бы ни заключалась его обращение. Вот это как раз уже служение людям. Я, знаете, сейчас, кстати, прошу прощения, перебил, о чем подумал, ведь вы вот важную вещь сказали, что речь будет идти о том, что часто не входят в рамки прописанных каких-то обязанностей, каких-то норм и правил. Да, и вот суть как раз этой премии... То есть теоретически ты можешь отказаться, а ты делаешь. Того конкурса, да, который был, это как раз найти в муниципальных образованиях проекты, когда служащие действительно делали больше, чем от них требует ситуация. То есть и мой проект в том числе, да, вот он как раз и победил, пройдя все эти этапы, благодаря тому, что деятельность, которую я вела, она выходила вот за рамки моих основных служебных обязанностей, и осуществляла я эту деятельность даже вне основного времени работы, да, службы, потому что это было нужно ребятам, потому что это нужно было людям. Вот, кстати, если говорить о проектах, а сколько было номинаций и вот сколько было заявок, потому что там, насколько я сейчас правильно помню, было, по-моему, 10 номинаций. И сколько было заявок, потому что, ну, огромная страна, огромное население и... Да, огромная страна, и заявлено было на участие в муниципальной премии 10 номинаций, вы правильно, Ян, сказали, и на конкурс, потому что это конкурсный отбор, было прислано более 18 тысяч с половиной, 18 с половиной тысяч проектов. То есть почти 19 тысяч. Да, почти 19 тысяч проектов со всей нашей страны. И надо понимать, что... Как отбор-то происходил, 19 тысяч проектов, это кигантская цифра. Это первая, первая такая премия. И мы понимаем, что для участия в этом конкурсе, в этой премии направлялись самые мощные, самые сильные практики. Те, которые действительно в регионах сослужили такую добрую службу и являются флагманами муниципальных образований. И я понимаю, что и экспертам, и вот на всех отборах было очень сложно отобрать лучших из лучших. Да, сами... Вот сам процесс сбора, он тоже был очень необычный. Там очень много было применения цифровых технологий, да, то есть вот новые цифровые технологии, которые на первых этапах... То есть искусственный интеллект подключены? И новые, ну, например, для меня никогда не встречала в конкурсах раньше такой процедуры, как перекрестная экспертиза, да. То есть мы... Это что такое? Это что за... Да, участники получали из других номинаций проекты, которые мы оценивали и писали им... Отзывы, да, резюме, какие-то замечания, либо наоборот. Как интересно. А это было, прошу прощения, тогда сразу уточню. Это было, скажем так, вы знали, на кого пишете? Или это были анонимные? То есть там обезличенные работы были? Мы знали, кто участвует, кто подает. То есть это не обезличенные документы? Нет, не обезличенные. А вторые идеи, тема идеи, технологии в реализации, результаты какие. И вот в результате у каждого эксперта, мы уже стали в роли экспертов, было по 10, да? По 10 проектов, которые мы еще оценили. Чуть меньше, может быть, да. Но это были номинации не наши. Ну, понятно. То есть это заведомо, да, не была конкуренция, да, поэтому здесь... Да, 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 и не ваша номинация, да, да. И не наши города, область, да. Да, 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 то есть не конкуренты, да. Да, 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 и это было очень интересно. И на примерах других проектов сразу было видно, видна была их перспектива, пройдут ли они в следующий этап или нет. Потому что как раз вот много проектов, например, мне попались, где просто была представлена текущая работа, да, ну, на премию. Хорошо выполненная текущая работа, которая изначально вот входила в перечень должностных обязанностей. И вот на мой взгляд, как раз это немножечко вот противоречило сути самой премии, который, как я услышала, да, как я увидела из документов изначально, которые я читала, что как раз нужны проекты, которые вот все-таки выходят за рамки. Когда ты делаешь чуть больше, чем от тебя, требует законодательства. Совершенно верно. И проекты, которые, они не только актуальны для территории, да, но они и в дальнейшем получат уже муниципальный статус. То есть они будут реализовываться уже в текущей, как бы, деятельности, да, и уже это будет опыт такой вот из пилотного проекта превратиться в опыт самого муниципалитета и будет продолжено. Это было два этапа. То есть вот искусственный интеллект оценил, потом мы, эксперты, оценили все проекты. И третий этап был народное голосование. То есть это третий этап, самый крупномасштабный, волнующий, когда были сформированы, вернее, каждый желающий мог свой голос отдать тому или иному проекту. И до последнего дня, то есть до самой процедуры награждения были определены только топ-100. То есть из 19 тысяч проектов были определены топ-100. Ну это уже очень круто. С 19 топ-100 это уже... Да, это очень круто. И да, когда мы, вот, первое узнала Екатерина Сергеевна, да, о том, что ее проект определенно вошел в топ-100, я чуть позже узнала об этом, и я понимала, что это реально уже серьезная победа. Значит, действительно, вот что-то мы делаем такое, что в масштабах страны тоже интересно и имеет перспективу. И нужно. И нужно, да. И вот до последнего дня, уже до самой процедуры, когда из топ-100 были определены топ-30, то есть в каждой из номинаций, 10 номинаций, определялось третье место, второе место и первое место. Вот это уже вся интрига сохранялась до последнего дня, и все 100 человек, приехавшие, авторы вот этих проектов, которые вошли в топ-100, волновались и ждали, будет ли вот тот момент волнительный. Конечно, не до последнего дня, а до последнего минуты, до последней минуты выхода на сцену. Да, до последнего минуты. Потому что неизвестно было, что. Да, то есть мы все топ-100 участников сидели на первых рядах, слушали внимательно, внимали словам президента Владимира Владимировича Путина. Ну да, была возможность посмотреть на главу государства, вот практически очень близко. Была возможность не только посмотреть, была возможность слышать, и, конечно, те вещи, которые он говорил, и прежде всего он благодарил нас за ту работу, за то внимание к людям, которые мы оказываем. Это было крайне приятно. И это та мотивация, которая будет еще вот определять нашу работу, наше служение в ближайшие годы. Потому что, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, несмотря на трудности, мы все в нашей работе встречаемся с трудностями ежедневно, с каким-то непониманием и так далее, да, это жизнь. Но зная, что в конечном итоге то, что ты делаешь, нужно твоей стороне, нужно людям, это дает энергию, несмотря ни на какие трудности, продолжать и делать еще лучше, краше, симпатичнее, интереснее и упорнее. Это крыляет, да, и первое, что сказали члены моего коллектива, когда меня встречали уже из Москвы, ну, то, что дворец молодец, мы по определению знаем. Дворец молодец хорошо звучит. Дворец молодец, да, это слоган у нас такой. Но однозначно от всех прозвучало, мы будем делать еще больше, еще лучше, чтобы максимально делать такого полезного и важного для людей. Ольга Николаевна, кстати, ваш проект вошел в топ-10 в номинации «Малая Родина. Силы России». Вот расскажите о проекте, а для кого он, о чем он? Потому что, понятно, дворец ветеранов, как бы уже примерно я понимаю, но тем не менее, вот о проекте. Мы участвовали в этой муниципальной премии с проектом галереи «Серебряное созвездие мастеров». Это проект, который родился в 2020 году. И замыслили мы этот проект для того, чтобы обеспечить вот такую бесплатную, во-первых, образовательно-просветительскую площадку для демонстрации достижений граждан пожилого возраста и инвалидов. То есть это творчество художественное, декоративно-прикладное людей, которые находятся в зрелом возрасте или с ограничениями здоровья, но занимаются творчеством и достигают таких высот, что их необходимо показывать и рассказывать о таких людях. В нашем городе достаточно много выставочных пространств, но, к сожалению, вот такой площадки, вот в целом, какая сейчас создана во дворце, ее не было. Ну вот проект реализован при взаимодействии, конечно, не только команды дворца, но и людей, организаций неравнодушных и стремящихся улучшить качество жизни людей пожилого возраста. Прежде всего, конечно, это администрация нашего города, которая выделила средства на ремонт реального пространства. У нас галерея, она есть во дворце, на оснащение его необходимой техникой. Это городское общество инвалидов, которые также выделили средства для приобретения мультимедийного оборудования. То есть мало того, что мы можем собирать выставки сборные, персональные, но мы создаем 3D-экспозиции после каждой выставки. И творчество людей наших могут увидеть во всем мире. Для меня это тоже кажется очень значимым. Конечно. И вот такой уровень признания, он важен для людей. Это отдельные люди. Пархоменко Сергей Александрович, это Паулу Койл, первоначально у которого мы выиграли грант в конкурсе социально-культурных проектов. Поэтому это вот такое сборное детище. Но удивительно мы попали как раз в том, что это да, было очень надо. И вот вся уже с 2000 года вся наша деятельность как раз подтверждает, что количество мастеров только растет, которые готовы у нас экспонироваться, готовы показывать свое творчество. И растет число людей, которые хотят увидеть это творчество. Это школьники, это молодежь, это ветеранское движение. Вот такой проект у нас. Замечательно. Екатерина Сергеевна, у вас победа в номинации «Опыт наставника. Успех молодых» с проектом «Психологический клуб «Наставник». Вот расскажите подробнее, насколько я понимаю, ваш проект помогает молодым людям, ну, по сути дела, понять себя и где-то, вот, наверное, ну, если так совсем, вот, общо, выбрать свою жизненную траекторию, карьерную траекторию. Вот почему решили заняться этой темой? Какие цели, какие задачи? Ну, несмотря на то, что я муниципальный служащий, да, изначально, и мое профессиональное кредо, я психолог. И призвание, я чувствую. И призвание, да. Я, в принципе, да, психологией увлекаюсь давно, со своей юности, да, с 14 лет. Там, я прочитала все книги по психологии в библиотеках, которые могла найти, потому что тогда не было интернета, в отличие от современной молодежи, у которой есть такие потрясающие возможности. И вот сейчас в работе уже с молодежью я сталкиваюсь с тем, что нужна помощь наставническая, да, то есть молодому человеку взрослее необходимо, часто необходимо вот как-то согласовать свое видение будущего с тем, кто старше и опытнее. И в работе мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда молодому человеку нужна помощь, а по сути обратиться ему особо некуда, потому что если мы посмотрим на то, как бы, поле психологических услуг, которое есть сейчас традиционно, да, то оно ориентировано прежде всего на тех, кто испытывает трудности, да, трудности в образовании, в обучении, трудности там с какими-то ситуациями, может быть, медицинскими, трудности в социальной сфере, либо трудности там, когда уже, например, есть угроза жизни и здоровью, да, там включаются психологи МЧС. Но смысл в том, что взрослее же хочется не доводить до трудностей, да, а уже прийти и поговорить с кем-то по душам, да, услышать, правильно ли я думаю, правильно ли я вижу, правильно ли я предполагаю, что вот там меня ждет успех, или я чего-то не знаю, и нужно сориентироваться сейчас. И вот взаимодействие с молодежными организациями я столкнулась с тем, что они очень часто для своих аудиторий, для своих ребят, да, активных, просят проводить определенные тренинги, да, вот в том числе чаще всего на успех, да, то есть если мы говорим о молодежных организациях, либо какие-то личные общие вопросы, например, часто всплывает такая тема, как родительско-детские отношения, да, и которые очень хочется... чем-то сторонним, да, но вот понятие разобраться, как быть. И поэтому вот я очень благодарна сотрудничеству с молодежными организациями, которые обращаются ко мне за такой помощью, да, она нестандартная, но им нужна помощь вот в проведении таких тренингов встреч с молодежью. Это российские студенческие отряды, молодежные, да, организации крупнейшие. Это молодая гвардия Единой России, это молодежное движение относительно новое, но очень активное и профессионально такое поддерживающее. Это молодежное движение за Волгу, вот, да, то есть такое аудитория. Молодежное движение первых, они еще только-только первый год как активно, да, развиваются, поэтому они не успели попросить меня отдельно. Но я готова помочь им, то есть вот все эти заявки я рассматриваю, и обязательно мы находим время, место и возможность провести такую встречу. Я готовлюсь к этим встречам, подготовлю для ребят интересные психологические штучки, упражнения, задания, игры деловые, которые помогают им в процессе понять себя. И вот вы сделали проект, который позволяет это масштабировать и реализовывать на других территориях. Совершенно верно, да. Здесь есть еще некоторая сфера, например, много лет я сотрудничаю с управлением ЗАГС по Самарской области и с госучреждением ЗАГС регион, который организовывает такой проект как государство для молодых семей. И в рамках этого проекта есть лекции по семейной психологии, по психологии отношений, такого личного счастья, так называю вот эту вот тему. Она разработана немною, моими коллегами, теми, с кем я когда-то училась в Самарском университете. Но мне тоже очень приятно участвовать в качестве психолога по выходным, когда мы отдельно обсуждаем тему такого счастья, семейного благополучия с молодоженами, которые вот вступают в брак в ближайшее время или молодыми семьями. И это отдельно очень увлекательно интереснейшие занятия, такие практикумы, которые не оставляют никого равнодушным. Ваш проект, насколько я понимаю, он ведь предполагает определенные психологические тренинги и личные консультации. Вот кто в этой работе-то участвует тогда, потому что такая масштабная история. Ну вот смотрите как, в взаимодействии с молодежными организациями, здесь, конечно, роль моих партнеров – это сами руководители молодежных организаций, которые содействуют всячески этому процессу организационно, да, и участвуют. И руководители молодежных организаций – это всегда выбранные, избранные должности, да, когда это уже лидеры тех, как бы, вот групп, которые представлены. Поэтому они по определению являются сами наставниками, да, и тогда мы делаем какие-то проекты вместе, соответственно, вот руководители молодежных организаций и есть мои партнеры-наставники в данном случае. Что касается проекта государства для молодой семьи, который реализуется под эгидой управления ЗАГС по Самарской области, то там, конечно, мои коллеги-психологи, также пускники Самарского университета, которые параллельно со мной также работают, консультируют молодоженов и проводят эти уникальные занятия. Есть еще блок, когда я встречаюсь с ребятами самостоятельно, то есть это личная индивидуальная консультация, когда очень нужно поговорить именно уже конкретно о своей проблеме. Здесь я ориентируюсь, конечно, на себя и свои возможности, но если требуется, скажем так, более длительная работа, то у нас есть Самарский дом молодежи, в котором работают прекрасные психологи. Давайте, кстати, да, прорекламируем правильно. Это наше муниципальное, как бы, тоже учреждение. Совершенно верно, да. И они же реализуют, например, программы. То есть туда можно прийти и там помогут? Безусловно. Если так совсем кратко. Да, и даже можно сразу вывести телефон. Екатерина Сергеевна, вопрос простой. Это дорого стоит или это безвозмездно? Безусловно. Мы сейчас говорим исключительно о поле бесплатном для потребителей, для самой молодежи. То есть это вот все безвозмездно, то есть даром, как говорили в известном мультфильме. Помните? Конечно, да. Это средства, которые вкладывают на организацию процесса именно бюджеты всех уровней, да, каждый в своей сфере. Это надо иметь в виду, это надо пользоваться, когда есть возможность. Безусловно. Но для молодого человека то, о чем я сейчас говорю, это, конечно, абсолютно бесплатно. Вот, уважаемые гости, вопрос такой. У вас классные, на самом деле, проекты. Вы уже понимаете, кто вас может, ну, скажем так, масштабировать? То есть где может появиться нечто подобное? Вот, Ольга Николаевна, ваш, у вас, вот, то есть вот что-то, вы уже, ну, может быть, кто-то уже обращался и сказал, вот, давайте, а теперь детали-то обсудим, потому что понятно, что проект тут, он есть, но там же, как это всегда известно, все в деталях кроется. Да. Есть уже первые такие ласточки, которые позволяют говорить о том, что наш проект интересен, полезен и в него готовы вкладываться и участвовать в нем. В других регионах? В других регионах. Но начали мы, конечно, с Самары, то есть это городской округ Самара, и первый отклик у нас из Самарской области, то есть от людей, которые живут в удаленном районе, в той же Шантале, например, да, но которым необходимо выставиться. И вот такой виртуальный формат наших выставок позволяет это делать, не выезжая из своего населенного пункта. То есть достаточно сфотографировать произведение своих рук, прислать нам, и наши специалисты делают 3D-модель по этим выставкам. Это уже вот первые, так сказать, ласточки. То есть я понимаю, что практически любой житель страны, найдя нас, зная о том, что есть такое выставочное пространство, которое предполагает не только оффлайн, но и онлайн форматы, присоединиться и стать участниками этой галереи, и с успехом экспонироваться и позиционировать свое творчество более широким слоям населения. Поэтому вот уже вот в таком уровне есть контакт, есть взаимодействие. В данном случае мы планируем взаимодействовать как раз с Донецкой Народной Республикой в плане того, что там тоже есть пожилые люди, очень талантливые люди. Они везде талантливые, на самом деле. Да, есть они везде в нашей великой и большой стране. И уже есть тоже первые наработки, когда вот мы сейчас нашли пути взаимодействия с социальными институтами в городах, которые работают с пожилыми людьми и которые готовы участвовать в нашем проекте. Поэтому я уверена, что в скором будущем и как раз вот жители уже вновь присоединенных республик смогут показать свое творчество стране. Здорово. Екатерина Сергеевна, вот у вас. Нас тоже ждут великие дела. Где? Кто будет вас, скажем так, копировать? Кто пойдет по вашим стопам? Ну, в любом случае сейчас мы реализуем грант уже при поддержке Росмолодежи, которую выиграли в прошлом году, организация российские студенческие отряды, как раз на проведение таких тренингов, на работу с наставниками для тех штабов студенческих отрядов, которые в этом особо нуждаются. И на уровне Приворского федерального округа у нас в этом году будет стартовать такая программа с наставниками, в которой я тоже участвую в качестве наставника, естественно. И мы вот будем посещать регионы и проводить там тренинги для молодежи, да, и разговаривать с ними о том, что важно. Вот. Что касается развития на уровне города, то здесь, безусловно, флагман молодежной политики. Это Самарский дом молодежи, поэтому существующую службу планируется, психологический отдел планируется расширять, развивать. Я готова передать все наработки, да, все эти вещи, которые оказались для молодежи особенно важны и востребованы, вот как некий свой методический опыт, да, новой команде. И я думаю, что новая команда сможет как раз реализовать это еще лучше, еще интереснее, да, масштабнее, вот на уровне города, который у нас тоже очень большой, огромное количество молодежи, которой нужна поддержка всячески, да, вот своих инициатив. Или поддержка в сложной ситуации же такого своего взросления. Вот. Поэтому также будут продолжены и личные консультации, индивидуальные, да, если это необходимо молодому человеку, есть такая потребность и интерес. Будет продолжена профилактическая работа, которая сейчас уже реализовывается, это муниципальная программа, которую я так кратко называю, да, антинаркотическая, и профилактика правонарушений в молодежной среде, которые тоже смогут приобрести некий новый содержательный оттенок и превратиться в некую системную работу с подрастающей молодежью на уровне города. Для того, чтобы не оказалось так, что молодой человек длительное время не получает никакой поддержки, и ситуация вот становится все хуже и хуже. Мы хотим быть открытыми для молодежи сразу, да, для того, чтобы вот приходили сразу, и все было, и жить было интереснее, увлекательнее и полезнее, может быть, вот если так можно выразиться. Уважаемые гости, к сожалению, время, программа подходит к концу. Большое спасибо за интересную беседу, содержательную, за то полезное дело, которое вы делаете. Вы знаете, кстати, о чем подумал, прям буквально 10 секунд еще, когда вы выступали экспертами, ведь вы такой опыт накопили, когда читали другие работы. И я подумал, что это поможет вам создать новые проекты. Наверняка. Мы поняли. Я вам этого искренне желаю. Спасибо. Вот какие-то новые, потому что это всегда подталкивает к новым идеям. И всегда я рада видеть вас в нашей студии, потому что дело, которое вы делаете, на самом деле чрезвычайно важное и чрезвычайно полезное. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Екатерина Щенина, начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Самара, и Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов городского округа Самара. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»